rainbow english 4 класс учебник 1 часть юнит 2 степ 5 упражнение номер 4 нам нужно послушать диктора ну отмена миссии да прочитать за ним эти вопросы и сказать как они образованы обратить внимание как на них отвечают так давайте разбирать у нас идет работа все так же с временем настоящее продолженное то есть present continuous вопросы у нас стоят общие что такое общий вопрос это вопрос на который просто следует ответить да или нет ты любишь мороженое да это общий вопрос почему ты любишь мороженое потому что я то-то то-то это уже специальный вопрос как только вам хочется что-то более подробно объяснить рассказать это уже специальный вопрос здесь мы работаем с общими они довольно легкие единственное что они конечно сложнее русского ответа группа здесь мы просто отвечаем да или нет англичан чуть-чуть нужно еще немножечко дописывать кое-какие слова то есть вот такие хвосты и теперь будем разбирать как же это все делается и так первое предложение вопрос am i reading м у нас как вы помните да в continuous и не переводится вот эти м из а мы переводим только основной вот этот смысловой глагол то есть получается так я читаю в ответе если вот вы видите да мы пишем я ставим запятую затем если он про себя спрашивает мы же про него отвечаем то есть у нас я должно замениться на you am i reading я читаю до дословно ты читаешь но мы просто по-русски переводим да но хвост это должен стоять так вот хвост у нас будет you то есть ты а к хвосту обязательно мы должны дописать глагол откуда мы берем а как вы помните у нас continuous используются глаголы м из или а так вот у нас в опросе стоит м потому что он согласуется с я я только сам он всегда стоит а в ответе вы же использовали you ты поэтому и у нас поэтому а и у ставится только с а вот из этого этот а не появился то есть я читаю да а по-английски это вот это все должно быть написано а вы кукин мы готовим то есть еще раз вам и не переводим нет ну дословно нет вы не готовите теперь смотрите что происходит если отрицание но у поставили да то есть у нас бывает есть бывает но у но эти слова вы конечно знаете ставим запятую после них затем о ком речь дальше о подлежащим то есть в ответе мы говорим вы то есть вы не готовите вы и ты это абсолютно одинаковые слова это you you согласуется хоть ты хоть вы всегда с а поэтому вот он этот а опять же появился но если у вас идет отрицательный ответ на у то вы и в глаголе должны использовать отрицание и написать его здесь причем сокращенном варианте то есть не пишем ноу ю ар нот мы пишем ноу ю ант то есть вот так вот мы строим этот ответ они плавают здесь уже можно про них самих ответить то есть здесь видите на дэй будут совпадать они плавают да то есть они плавают яс дэй а дэй дэй у нас сар согласуется и это мы здесь вот уже увидели are you playing tennis ты играешь в теннис это спрашивают у вас да то есть человек отвечает я про себя яс ай эм то есть почему здесь а а здесь эм надеюсь уже видно да что а ставится из-за ю а м ставится из-за ай а ю хэвен ланч ты обедаешь но а сори тут не ты а тут вы это мы вот по ответу увидели вы обедаете но у и а нет нет мы не обедаем но здесь вот вариант все-таки полный написали но чаще всего и в дальнейшем вы будете встречать именно сокращенные ноу и ант то есть это не за 90 процентах случаях вот так будут писать то есть здесь вот полный вариант ноу и ар нот можно записать ноу и ант вот такой же вариант то есть ответ они делают про себя вы вы согласуются с а он принимает душ видите теперь поменялось подлежащие в единственное число третьего лица ставим из-за этого из и в ответе да то есть он принимает то есть яс хи из здесь у нас из как вы видите все сохраняется из ши драевин а кар она водит машину дау ши из-за нет можно так и оставить в переводе или нет не водит но в любом случае мы про нее же и говорим поэтому из сохранилась только мы его конечно делаем в отрицание у нас отрицательный ответ из декад дженки вот здесь обращаем внимание кот пьет чай или же кошка да мы что тут не знаем о ком речь кат он и так и так переводится из-за этого вот этот вариант у нас написано и т ноу и тез нот напоминаю если мы не знаем кто перед нами кличку мы не видим это как бы не домашнее животное это там не знаю какой-то дикий зверь то нельзя ставить хейши ставим и т это не переводится оно это переводится он или она то есть зависимости от контекста как вы на русский переведете уже от вас будет зависеть то есть я могу точно так же сказать как кошка пьет чай нет она не пьет или кот пьет чай нет он не пьет но главное что не забывайте нельзя ставить хи или ши по вашему усмотрению если речь касается животном кличке которого вы не знаете то есть может быть девочка может быть мальчик но это знат то есть вот опять же наш отрицательный ответ и мы пишем его конечно с отрицательной частью из но от можно сократить изент